Всем привет! Пока я иду на репетицию моей группы, решил рассказать вам, сделать небольшой апдейт о том, как я съездил на велотоне, на велосипеде. Вот, как вы знаете, на прошлых выходных я проехал дистанцию 60 километров на одном из интересных заездов, велозаездов в Берлине. И, поскольку я это делал впервые, для меня это было немалым приключением, я волновался ужасно, мне нужно было встать в 5 утра, и начало было в 7.50, вот, и я почему-то ужасно волновался, в общем, на самом деле не знаю, это было вообще ни для чего, я чисто для себя это делала, и почему я так волновался, я честно не знаю. Всем привет! Вот и настал этот знаменательный день велозаезда. И вот как выгляжу я. Ой. Типа того. Вот, и я так понимаю, что лучший формат для такого, наверное, инстаграмовки, какие-то лайвпосты, да, ну, стори, да. Вот, скажите мне под этим видео, что вы думаете. Наверное, стори это лучше, потому что я реально в ситуации, я рассказываю, как у меня самочувствие и так далее. В общем, я сделал там небольшой стори, одевая очки черные и говоря, что я такой же крутой, как они. В общем, я проехал 60 километров и справился с этой задачей нехило, потому что минимум средняя скорость там, это 23 километра в час. Вот с такой скоростью нужно ехать. Вот, я ехал, как потом выяснилось, после всех подсчетов, 30 с половиной километров в час. И то даже я один раз остановился ненадолго, потому что недооценил дистанцию, и мне пришлось бегать в кусты. Ещё дистанции там 100 километров и 160 километров, ну, я выбрал, соответственно, 60 для начала. Вот, доехал я отлично за 2 часа 7 минут. Вот, это хорошее время, самый медленный человек проехал за 2 часа 55 минут, а первые 100, это те, которых награждают, они все проехали примерно за час 32, час 35, что-то вот такое. Вот, ну, до них я и не собираюсь дотягиваться, как бы стремиться, потому что, как бы, ну, я даже не тренировался. У меня просто есть велосипед, который я себе просто недавно совсем купил, и я просто на нём проехал. В моём стартовом пакете у меня был мой стартовый номер, а в частности наклейка на сидушку с встроенным в неё чипом, наклейка со встроенным RFID-чипом. И когда проезжаешь стартовую линию, то есть, получается, неважно, в каком блоке ты стартуешь, ты проезжая стартовую линию отмечаешься, как бы, и потом, проезжая финишную линию, ты отмечаешься снова. Это получается, что они знают точно, или ты сам тоже точно знаешь, за сколько ты проехал. Вот, и в соответствии с тем временем, за которое ты проехал, и твоей средней скоростью, ты имеешь право в следующем году стартовать в другом блоке, в более быстром, например, ну, более раннем, так сказать. А я-то стартовал в блоке Г из всех, А, Б, С, Д и Ф, Г. То есть я в последнем блоке стартовал. Вот, я очень был рад, что принял участие, получил медаль, там все получают медали, но я её, значит, попросил, чтобы её гравировали, на ней получилось, написали время прибытия и мою среднюю скорость, что приятно, ну, вот так такая штука останется на память. А вот кусочек из видео как раз моих эмоций и реакций, ну, сразу после заезда. Вот такого рода видео можно делать в виде сториз в инстаграме. Ура, я приехал. Получил бесплатное безалкогольное пиво. Устал. Финиш был очень клёвый, там прям в конце втопили на финишной прямой, боролись за каждый метр. И там ещё и ветер встреч не дал. Спасибо, что болели за меня. До скорых встреч.